Саров Трейл 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 Я ходила сначала на легкую атлетику, а в детстве меня отдали на акробатику. Еще в другом зале это было. Я походила, боялась сначала делать всякие упражнения, и мы решили, что я не буду ходить. Потом все-таки я обратно сюда пришла, я ходила и на легкую атлетику, и на акробатику, а потом я решила, что буду ходить только на акробатику, потому что очень много сил занималась. А это более интересно, чем другие виды спорта. Своя история становления в этом виде спорта есть у каждого юного спортсмена в зале. Воспитанники Икара пришли на первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе, чтобы показать результаты кропотливой работы, долгих изнурительных тренировок и доказать в первую очередь себе, что они настоящие чемпионы. У многих есть свои правила успешного выступления. Если прыгать на разминки, иногда бывает то, что у тебя ничего не получается, но это не вывод расстраиваться, возможно, ты на соревнованиях очень хорошо даже можешь выступить. Перед выступлением я обычно делаю то, что я думаю о своей комбинации, настраиваюсь и думаю, чтобы встать в зону, шагать желательно и сделать все чисто и раскрыться. Около 130 воспитанников Икара приняли участие в первенстве. У обладателей первого разряда и выше судьи оценивают технику выполнения упражнения и сложность самого элемента. У второго взрослого и третьего юношеского балла присуждают только за технику. Сегодняшний день я готовила две комбинации. Это планш два угла с пултом и половинка два планша. Сальто назад прямое, два сальто с поворотом держать под коленками, то есть, ну, как уголосы. И сальто с поворотом, два сальто назад прямые. Во-первых, комбинация у меня сложность 5 и 2, а во-вторых 6 и 0. Вот. Ну, мне особо лучше первую, полегче она, а вторую там как попаду, так и пойду. Победители городского этапа будут защищать честь города на областном соревновании. Малыши Ада 2023. Серовчане победители областных соревнований среди детских садов. Межгалактические путешествия, новые планеты и новые открытия. Фрагмент странствий космических роботов из России в танце раскрыли воспитанники 30-го детского сада. Танец – финальный этап фестиваля детских садов «Малыши Ады» среди южных районов Нижегородской области, который проходил в Первомайске. Своим номером ребята покорили жюри, набрав максимальное количество баллов. Мы сначала танцевали без костюмов, танцевали в футболке и в шортах, а потом, когда последняя репетиция была, мы танцевали с вот этими веревочками и еще в костюме вот в этом. Один из участников номера заболел, и его заменил Арсений Данченко. Чтобы разучить движение, у мальчика было всего два дня. С этой задачей он справился отлично. Я был собранный, я не хотел, чтобы из-за меня наша команда проиграла. И я еще очень быстро все запоминаю. Мне понравился танец. Для меня было сложное движение, точно вот так вот сделать. Два других этапа фестиваля были спортивными. Первый – эстафета. Ребятам предстояло пробежать полосу препятствий, преодолеть змейку и переправу. Самые сильные, ловкие и выносливые показали себя на этапе выполнения норм ГТО. По итогам всех туров команда «Саровчата» взяла золото фестиваля. В «Малышиаде» 30-тицат участвует в четвертый раз. В 2019 году они стали серебряными призерами. Первое место получили в 2021 году. В прошлом – снова серебро. А в этом опять подняли планку. Особенно хочется поблагодарить наших специалистов, которые подготовили наших детей к этим соревнованиям. И они были настроены очень положительно и позитивно. Это наш музыкальный руководитель Барышева Елена Сергеевна, ответственный за подготовку танца аэробики. И Черкесов Игорь Анатольевич, который был ответственен за подготовку детей к эстафетам и сдачу норм ГТО. В торжественной обстановке Ольга Кулагина вручила победителям фестиваля «Медали и грамоты». За добросовестный труд работу специалистов и кара оценили на областном уровне. В 44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На Икаре он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина четыре кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников. Призеры первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность как таковая меня еще с давних времен привлекала, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. И детьми самое тяжелое, когда детей выпускаешь уже 5-6 лет, в которые дети начинают показывать хорошие результаты. Приходится с ними расставаться, так как уходят в высшие учебные заведения, заканчивают школу. Тренер по пылевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелеховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на Икаре. Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работа с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами межрегиональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями. Уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта, пулевая стрельба и рукопашный бой, министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получила медодист Икара Светлана Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова